Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Рёд Мурата рассказал о своих внутренних ощущениях, даже спустя несколько дней после боя с Геннадием Головкиным. Не то, чтобы мне важно избавиться от страха. Я думал, что оставаясь в страхе, это нормально. В конце концов, я думаю, что смелость – это страх. Я боюсь, но уйду. По крайней мере, я себя чувствую так. Не думаю, что это плохо, это нормально. Я не должен бояться или нервничать. Я получил большую возможность. Мало у кого есть подобный опыт и благодарен за это, но не хочу испытывать такое снова. Страх – это абсолютный негатив в моей жизни. Я думаю, что Головкин является сильнейшим чемпионом, как по своему имени, так и в реальности. Я думал, что если встречусь с ним, но потом мне нечего будет вспомнить. Но я готовился и сделал всё, что мог. То, что мне лучше всего получалось. Давид Беновидис прокомментировал победу Геннадия Головкина в бою против Риота Мураты. Головкин смотрелся хорошо. Головкин всегда будет Головкиным. Он пропустил немало лишних ударов, но я не знаю, насколько на нём сказалось перепад высот в Японии. Это могло быть одним из факторов. Но он хорошо выглядел. Он пропускал удары, но также и раздавал их. Просто вышел и сделал свою работу. Я не считаю, что Канело вытрет им пол, как все говорят. Это определённо будет отличный бой. Я буду на стороне Головкина, несмотря ни на что. Я всегда болею за него. Он один из моих любимых бойцов и личностей. Он отличный парень, поэтому я всегда буду его поддерживать. Автор подкаста Винс Каммингс высказался о критиках Геннадия Головкина. Я никогда не пойму этих критиков о том, чтобы Головкин дрался с Андрейдом или Чарло. При этом не говоря ни хрена о том, чтобы эти двое дрались друг с другом. Трипл Жи 40 лет, и он дерётся буквально с лучшими в мире. Хотя он мог бы принять более лёгкий бой с меньшими деньгами. Я думаю, вы все ненавидите его именно по этой причине. Женебек Альмаханулэ потерял место в обновлённом рейтинге WBC. 21 мая Альмаханулэ вместе с Дэнни Дигнумом разыграет титул временного чемпиона WBO. Это могло привести к решению WBC об исключении Женебека и своей квалификацией. Тейсон Фьюри заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры. Если быть откровенным, в данный момент я думаю только о поединке с Диллианом Уайтом. Я не думаю о завершении карьеры. Всё это пройдёт после того, как я проведу бой. Тогда мы подумаем о том, что произошло и какое будущее меня ждёт. Так что я недооцениваю этого парня. Я уважаю его как Дуанта и Уайлдера и всех остальных. Мне необходимо хорошо тренироваться, и я отлично готов к этому бою. Поэтому с нетерпением жду этого поединка. А на этом у меня всё, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всём этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok